скажи всем привет скажи всем привет добро пожаловать на по онлайн кириллу уже исполнилось три месяца вот нам подарили недавно такого слюнявчик здесь написано кирюша хочу рассказать что мы умеем три месяца какой у нас режим как мы едим так далее если вам это интересно оставайтесь вместе с нами как нам исполнилось два месяца у нас начались небольшие проблемы с кормлением у меня стало очень мало молока вот и даже по ощущениям стало это чувствовать что она мало приходит ели мы раз в три часа то есть надо было режим ночью у нас был перерыв 5 часов то есть 12 до 5 он спал всегда вот до спал всегда вот и я стала чувствовать что у меня меньше молока и завтра ко второму месяцу мы набрали всего 400 грамм это по норме очень мало то есть минимально должно быть 600 грамм ну как в поликлинике говорят вот все бы ничего если бы он так много не срыгивал то есть он стал кушать много и срыгивать мы ездили к моему врачу гомеопат он и иглотерапевту она объяснила она детский педиатр она объяснила что у него скорее всего желудочек еще не растянулся на большее количество поэтому он много срыгивает если переедает и не набирает вес либо у ребенок срыгивает либо когда либо он голодный потому что молока нет муж мне пошел купил вот такой вот чай для кормящих мамки что я могу сказать по поводу этого чая эффекта как никакого не почувствовал но пить его очень приятно он сладенький холодный не знаю я думаю что не особо мне как-то помог потом наш врач посоветовала мне на ночь тоже пить укропную водичку мы кстати вот после всяких там сапсимплексов из помизанов и так далее решили попробовать укропную водичку она нам помогла и она сказала попробуй тоже пить и да это немножко помогло меня стало молоко больше приходить и сказала что все никакого больше режима кормим по требованию так что мы теперь кушаем по требованию где-то примерно это получается раз в полтора два часа и кормлю я и забыл из обеих грудей вот по поводу сна у нас значит режим такой но мы в 930 муж идет набирать воду в ванной вода у нас где-то 36 37 градусов иногда холоднее кстати если вода чуть-чуть холоднее кирилл более активно плавает в круге кров в круге мы кстати плаваем с двух недель ему очень нравится плюс нам недавно подарила екатерина из сургута мамочка блогер подарила нам игрушки на стен такие очень яркие теперь кирилл плавает и на них смотрит короче активно проводит минут то есть где-то в 21 30 начинает набираться вода 21 45 кирилл купается иногда минут 10 иногда доходит до почти 30 минут после этого значит и я его мы его с мужем одеваем иногда я его мажу чем-нибудь складочки если красненький так чаще всего не стараюсь ничем не мазать побольше держу просто без подгузника одеваю ему в какую-нибудь кофточку носу ну подгузник понятное дело носочки и пеленаю его и в таком виде значит кормлю и где-то получается в двадцать три ноль ноль двадцать три тридцать кирилл уже засыпает и спит он до семи восьми утра потом он значит просыпается кушает опять ложится спать и до одиннадцати где-то кстати спит он в отдельно в своей кроватке а вот где-то часов семь восемь утра если он просыпается я его перекладываю к себе потому что я еще сама не проснулась и я его лежа кормлю и сама засыпаю и он засыпает вот смеси мы докармливаем только днем значит по поводу смеси первая смесь которую купил муж была фриза обычная просто смесь на нее у нас не было никакой плохой реакции все было хорошо вот докармливали где-то 50 сначала грамм докармливать стали это редко иногда если у меня совсем молока не было да там 150 минут где-то миллилитров из бутылочки давали потом мы решили попробовать какую-нибудь другую смесь и взяли вот такую вот нам опти про тоже единичка сравнила их по по составу она ничем не отличается с фриза но почему-то после этой смеси у кирилла болел живот не знаю может быть так совпало у него небольшие колики были после этого поэтому мы от нее отказались купили опять же фриза от срыгивания колик из опоров вот так она выглядит после не во первых она очень химически пахнет эта смесь не знаю прям запах убил в нос и она очень густая ребенка съел и не знаю из 80 там сколько мы сделал 90 миллилитров из них он еле-еле выпил 20 и вообще никаким удовольствием пришлось обратно вернуться к фриза который обычно что еще значит по поводу умений кирилл стал вот даже продемонстрировал стал кушать кулачки до стал кушать кулачки него текут слюни врач нам сказала что у нас готовится зубы хотя я читал что зубы обычно вылезают там в пяти к шести месяцам но готовится я думаю они могут несколько месяцев вот температура не поднимается слава богу значит что еще кирилл конечно же стал в ответ постоянно улыбается он узнает маму с папой говорит вот так вот постоянно говорит агум рычит кстати вот так вот так вот он делает очень кстати разговорчивая мама психотерапевт она когда один раз его недавно пришлось оставить на ночь она с ним она горит я умаялась с ним разговаривать вот так что очень разговорчивый малыш постоянно надо с говорить да стал кстати реагировать на собаку и на кота что раньше они когда когда кирилл лежал в шезлонке и они подходили ему как-то было все равно вот на них очень хорошо лежит на животе держит голову долго ему это кстати нравится он в таком положении очень любит смотреть телевизор то еще когда лежит на животе на спине если ему даешь ручки он начинает подтягиваться и пытается сесть да пытается сесть ребенок врач сказал ни в коем случае его не сажать но он как-то автоматически раньше мы ему всегда давали ручки когда хотели бы успокоить и он так успокаивался даешь ему вот так два пальчика он сразу переставал плакать до переставал плакать а теперь он постоянно пытается подняться на ручках за счет пресса сесть еще когда лежит на животе он уже старается ползать причем где-то это началось за несколько дней до трех месяцев когда мы пошли к хирургу у нее ну там планово мы в месяц не ходили а сейчас вот стали проходить всех врачей пришли к хирургу она положила на живот и он при ней стал пытается начал пытаться ползать она нам сказала что мы шесть месяцев походу к ней своими ногами придем да своими ногами придем еще ему очень нравится когда его берут за руки папа вот так вот и на высунутых руках вот так держит вот сейчас он уже устал со мной сидеть в руки кстати я ему даю всякие погремушки держать всякие вот типа таких вот он держит но неосознанно конечно то есть но долго держит и правой левой рукой и еще у нас появился ровно в три месяца нам крестная подарила развивающий коврик и это его любимое место там есть звездочка такая есть осьминожка и и солнышко которое поет и он их пытается трогать все руками да с каждым днем все больше и больше времени лежит в этом коврике я пытаюсь эти игрушки как-то менять местами новые вещи чтобы ему не было скучно вот ну короче это его очень любимая вещь ну и также наши любимые вещи остался шезлонг потому что вообще он компанейский пацан не любит один лежать ему надо все время все время находиться там где взрослые на новый год 31 числа кирилл первый раз засмеялся это было конечно очень неожиданно мы подошли к с ним вместе к зеркалу и он ни с того ни сего увидев свое отражение начал смеяться и теперь он смеется когда ему например целуешь ножки я вспомнила в роддоме нам давали вот такой календарь развития малыша до полутора лет я его стала наконец-то заполнять еще кстати кирилл очень реагирует на то когда на него смотрит папа когда он плавает в ванной мы обычно с мужем вместе его купаем если мне муж не на работе ночью вечером и когда его папа на него начинает смотреть он улыбается начинает активно двигать руками и ногами как будто знаете там показывает ему вот смотри как я умею это очень трогательно вот но у меня он так не реагирует как обычно мужчин папу мы любим больше чем маму мама только кормит хотя скоро я так чувствую раз у нас есть мисс появилась то придется и папа и кормить сможет так что мама вообще будет не нужно нам подарили вот такую прекрасную вещь здесь надо было делать отпечаток пальцев отпечаток ножки вот посмотрите это быстро сохнущая глина очень легко ничего не надо разводить то есть когда в коробке лежал вот эта рамка в пакетике вот эта глина надо ровно сделать поверхность припечатать сделать отпечаток ножки и 24 часа обрезать как вам хочется вот мой муж почему-то решил сделать вот так вот здесь вот и 24 часа дать подсохнуть и потом прикрепляете в рамочку вставляете и сюда фотографию вашего малыша я здесь написала три месяца кирилл здесь пока нет фотографий потому что я хочу я еще пока не ходила не печатала вообще немного накопилось фотографий которых хочу распечатать что я хочу сделать в конце я хочу торжественно поменять соски на бутылочках нам исполнилось три месяца и начиная с трех месяцев у нас идут совершенно другие соски которые были в наборе к этим бутылкам я их предварительно прокипятила конечно же ну что переходим на новый уровень это соска до трех месяцев это с трех до шести месяцев наши две бутылочки готовы ура 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 закрываем их если получится сохранить грудное вскармливание конечно это буду делать я продолжаю пить всякие вот так типа хиппо вот такие чаи я продолжаю просто пить много теплого продолжаю держать небольшую диету но уже конечно я проверила то что у меня у кирилла ни на что особо нету реакции поэтому я себе уже стала намного больше позволять и сладкое даже я ем и единственное что я не ем это острые майонез вот это вот все соусы всякие вредные там колу соки пью я только детские это однокомпонентные ну то есть яблоко отдельно и груша отдельно банан морс недавно кстати пила тоже у кирилл не было тфу тфу на него никакой реакции в принципе это все что я хотела рассказать я надеюсь что кому-то это было видео интересно может быть даже кому-то и полезно если это так то подписывайтесь на мой канал это быстро и просто с вами была полина всего доброго хорошо вам провести остаток праздников